Короче, не получается ни одно промо выбить. Мне нельзя ни на один баннер в России повесить. Кстати, да. И, кстати, вот вопрос. Я, я, кто, враг государства, что я сделал? Ты покупаешь дом за 160 миллионов, и тебя выгоняют из страны, блядь. Ты разводишься с женой, ты набираешь вес, ты смотришь в зеркало, ты себе не нравишься. У тебя больше нет концертов. Нет ресторана. Нет, блядь. Нету, вот прикинь, концерты, стадионы, люди орут, раз*****ся. Ты играешь в корпораты, где 50 человек, у тебя забрали все твои любимые машины, у тебя те, все твои любимые рестораны, ты даже не можешь слетать, блядь, на родину в Уфу, повидать свою бабушку, не можешь ее никуда вывести, потому что она на кардиостимуляторе, ей нельзя ни летать, ничего, ни передвигаться особо. И все это в один момент как до лопы, е*****, на*****. И было, ну, сложненько было, короче. Видимо, надо было эту х***** пережить, чтобы вернуться с новыми силами. Вот про культуру. Было задачен, увидев на канале «Культура» в проекте бывшего министра культуры Российской Федерации Швыцкого, Гнойного, славу КПСС. Ну, вы знаете, да? Я даже и батл посмотрел. То есть вы видели Оксимирона с Гнойным, да? Да, я даже нарвался вот на ту передачу, о которой вы говорите, да? Да. То есть я как раз включил, «Культура» и вот… Да. Оксимарон. Да. Вообще у меня в последнее время одно из моих любимых слов – дихотомия, да? Вот была, по-моему, в 90-х у уральской группы «Чаев» песня, или это «БГ», а мне кажется, все-таки это «Чаев», что где та молодая шпана, что сметет «БГ», да? Ну, мы ему все приписываем, и знаете, вот именно такой культурный код – это к нему. Да, что сметет нас с лица землицы. Вот это та самая шпана, которая совершенно культурный ландшафт, скажем так, российского шоу-бизнеса в ближайшее время поменяет, как вы считаете? Нет. Нет? То есть это субкультура, которая уйдет в нишу обратно в своем? Не то, что вы понимаете. Мы либо должны поменять стандарты культуры, да? Ну, понимаете, есть масса примеров, да? Вот мы сейчас сравним, многие смотрят на цифры, которые показывают наши блогеры, да? Экран, цензированная семья выдерживает некий баланс, да? То есть, который тоже несут, понятно, можно очень много придать претензии ящику, качество сериалов, качество фильмов, но какую-то культурную составляющую несут, хотя бы русский язык, да? А на той стороне, ну, знаете, как вот, если вы на, не знаю, там, ливидиное озеро, а на втором, извините, порнография идет. Ну, что люди будут смотреть порнографию? Вот сейчас у нас есть история нерегулируемая. И, конечно же, если эта часть придет в телевизор, они, конечно, победят. Но в текущих именно постулатах, как они сейчас есть, они точно доказали, что они могут ругаться матом, что они могут реформовать матом, что они могут говорить на нем, да, и вообще всячески друг друга обижать, да? Но, с другой стороны, вреда это никогда не было большим искусством, честно говоря. Всегда было искусством без мата, да, довести собеседника. Ну, это примерно как книжка, когда вы шутите, да, если вы без смайликов, да, и человек смеется, это одна история, со смайликами-то любой дурак сможет. Поэтому мое отношение к ним этнографическое, наблюдательное. Меня, когда спрашивают про будущее блогеров, я говорю, очень просто. С одной стороны, для телевидения, вы же всеядные, аморальные, да? Лица-то лица, но вопрос тех-то мотивов, какие? Я уверяю, что они придут и сядут на место Ивана Урганта в свое время, да? На вашего в свое время тоже сядут и будут вести себя, если смогут, если выдержат, если получат образование, если получат нормальный русский язык, да? Все-таки образование должно быть, да, то есть оно какое-то, если мы про культуру говорим, да? А если культура меняет стандарты, конечно, да, то есть вот раньше культурно было ходить в юбках по щиколотку, потом стало менее юбки, да, это стало нормой, да, и тут мы тоже меняться же должны. Поэтому мне кажется, что на текущий момент это не их партия. То есть они модные, но модные не только по одной. Смогли бы ли они в тех ограничениях, в которых мы с вами разговариваем, да? Возможно, вот когда меня задали предыдущий вопрос, мне иногда, может быть, хотелось сказать что-то, знаете, вот как любой русский человек, если ему что-то на ногу упало, да? Но я же нашел какие-то эвфемизмы, да, то есть как-то заменил, нашел что-то, да? Поэтому это интересно, это то, что влияет на современных детей, да? Это то, что влияет на современное общество, но я не уверен, что это ворвется в нашу жизнь как-то системно. А переломается, будет что-то другое. Вы считаете, что у нас в стране возможна ситуация, когда будет снова возрождаться цензура? Потому что мы же помним, что цензура была, были достаточно жесткие запреты, или по этому пути никогда Россия не пойдет? Ну, сейчас очень сложно пойти по пути возрождения цензуры. Сейчас такое вообще происходит, и пишут такие вещи, что просто где удаешься? Как у человека нет самоцензуры, допустим. Я считаю, что у каждого это должно быть. Вы имеете в виду соцсети? Да, в соцсети. Вы противник свободы высказываний? Нет, я противник хамства. Я, знаете, считаю, что нельзя, чтобы анонимно люди выступали, что каждый имеет право высказать своё мнение, но вот под своим собственным именем. Сати, ваша супруга, жаловы, что вы очень далеки от мира гаджетов, я так понимаю, что от мира соцсети, откуда до вас-то доходит? Вам рассказывают кто-нибудь о том, что написали? Рассказывают, да. А вы с гаджетами как делали? Я помню, что этот эпизод, что вы когда-то первую смс-ку наконец написали, и из одного слова вы теперь уже пишете смс-ки, или так и ограничилось этим? Пишу. А другие гаджеты не освоили? Я всегда думаю о том, какое сожаление меня охватывает, когда я читаю письма Рахманинова, или Дягилева, или Флобера, или переписку Шенберга с Кандинским, что это всё сейчас в смс и исчезает совершенно. Очень жаль. Ну, знаете, я думаю, что то, что вы не освоили гаджеты, может быть, это является следствием того, что вы так блестяще освоили палочку дирижерскую и скрипку, что не может быть у всех всё. А то, что у вас есть, вы действительно, я считаю, что Мацуев прав, что вы явление. Я очень рад, что мне удалось сегодня с явлением пообщаться. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам, Папе, Слава. Катя в таких случаях говорит. Спасибо. 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 Спасибо.